А четвертый Battlefield можно сказать просто. На ближайшее время это лучший шутер на тему современной войны. Космические собачки еще не взлетели, но они точно не смогут нивелировать все аргументы простых американских парней, попавших в передрягу. И говоря про аргументы, я не имею в виду то одно матерное слово, которое наши локализаторы так часто повторяют. Видимо, для придания игре еще больше крутости. Или, блядь, мне тоже надо локализовывать свои мысли, чтобы все поняли, что это лучший шутер на тему современной войны. Мочи этих, блядь! Кстати, герой обозвал бойцов русского спецназа, воевавших в Баку. Даже не знаю, стоит ли нам переживать по этому поводу. Китайцев вообще сделали пухлощекими малышами, которых резать пугающе забавно. Сюжет получился, как всегда, помесь устаревших фобий и современных реалий. На этот раз беспокоят китайские радикалы, которые подставили радеющую за демократию Америку и развязали локальный Армагеддон. Россия, конечно же, при чем? Без нас ведь ни один мировой заговор не обходится. Когда я общался с авторами на геймском, они сказали, что их игра — это развлечение, поэтому здесь много условностей. Однако я позволю себе поспорить и сказать, что дешевое выжимание слезы, натянутые совпадения и неуместные шокирующие сцены — это признак плохого сценария. На проработку истории, видимо, сил не было. Понимаю, огромные корабли пополам ломать. Это не какие-то там буковки писать. Тем не менее, в сингл стало играть интереснее, и никакого парадокса тут нет. У Call of Duty, может, и будет более бодрая киношная кампания, но Battlefield предлагает то, что ждешь от жанра — много интересных боевых ситуаций. Дизайн уровня и сама стрельба оказались привлекательны из криптов, и это важно. Дайс весьма грамотно применила свой богатейший опыт создания мультиплеерных баталий. Много просторных карт, ощутимая свобода действий, самостоятельный подбор подходящего оружия, приказы отряду — именно такой сингл Battlefield и нужен. Баллы за убийства и те в итоге показались уместными. Словом, получился идеальный полигон для подготовки к онлайну. Ну и, конечно, Frostbite 3. Истребители ломаются, башни и стены рушатся, машины честно сминаются под гусеницами танка. И все это в реальном времени. О каких вообще конкурентах можно говорить, когда происходит такое? Это не скрипт, не CJ-ролик, это честная работа движка, которую можно лицезреть в мультиплеере. Дайс не просто прокачала онлайн, она продвинула вперед сам жанр шутеров. И как-то неудобно вспоминать, что в сингле напарники с трудом выполняют приказы. Хотя в угаре сетевых сражений об этом и не вспоминаешь. В сюжете из Стокгольма про различия между версиями Battlefield для ПК и новых консолей я пообещал привести в обзоре больше фактов. Выполняю обещания. Итак, самая лучшая часть игры, да и вообще самый лучший мультиплеер предлагает 10 отличнейших карт, среди которых Компактные варианты, вроде Operation Locker для напряженных и быстрых разборок силами пехоты. Просторные карты, например, Goldmuth Railway, подходящая для танковых сражений. Конечно же, есть городские бои. Еще я бы отметил трогающие за душу стычки на заводе 311. На половине карт есть вода и боевые катера, которых раньше не было. Почти везде доступна воздушная и наземная техника. Разумеется, ведь это Battlefield. Надо признать, кстати, что вода серьезно освежила игровой процесс. Даже сильнее, чем интерактивные объекты и динамичные события. Хотя, конечно, это просто нереально, когда потоп делает первые этажи зданий недоступными, а сильные волны ухудшают видимость. В сочетании с возможностью выключить свет или закрыть двери получается невиданное до текущего момента разнообразие. И это самая главная заслуга концепции Леволюшн. Режимов 8, в том числе Rush, Team Deathmatch и любимый Conquest аж в трех ипостасях. Из совсем-совсем нового — Obliteration, где нужно схватить бомбу и первым подорвать три объекта противника. Плюс Diffuse — мини-разборка на манер Counter-Strike. Одна сторона пытается подорвать бомбу, вторая ей помешать. И нет никаких перерождений в течение раунда. В целом, DICE предлагает едва ли не лучший за всю историю стартовый набор карт и режимов. Из Battlefield 2142 пришли полевые апгрейды, которые позволяют каждому классу стать сильнее в атаке, обороне или эффективнее использовать навыки. Например, быстрее ремонтировать, если речь идет о технике. Эти специализации позволяют организовывать более успешные сквады. Лимит группы, кстати, поднят до пяти человек. Классы не изменились — те же штурмовики, инженеры, саппорты и снайперы. Но последних оснастили взрывчаткой С4. Еще для всех добавили контратаку ножом, позволяющую самому перерезать нападающего. Также ввели стрельбу из-за угла. Мощные пушки, которые можно отыскать на карте прямо как в Halo. Ну и вернулся режим командира. Причем руководить боем можно с помощью планшета. Чаще всего придется пользоваться разведкой, показывающей врагов, и ракетой EMP, скрывающей союзников с чужих радаров. Кроме того, можно отдавать голосовые команды каждому скваду, но и для каждой карты предусмотрены уникальные приемы, вроде запуска ракеты. Есть, конечно, мысли, что четвертая часть на самом деле должна была быть третьей, словно пазл только сейчас сложился воедино. Тем не менее, DICE показала и предложила все, на что способна серия. Можно говорить об ультимативном опыте Battlefield. В четвертой части с вами случится то, что нигде больше не произойдет и не происходило. И эти впечатления останутся с вами на всю жизнь. Завидую тем, у кого эта часть будет первой. И дай бог, чтобы конкуренты начали шевелиться и придумали что-нибудь поинтереснее инопланетян. Субтитры создавал DimaTorzok